Губернатор Андрей Бочаров встретился с руководителями клиник Волгограда, которые задействованы в общей работе по предупреждению распространения коронавируса на территории Волгоградской области. Рабочее совещание глава региона провел на базе 25-й больницы, которая совсем недавно претерпела глобальную модернизацию переоснащения. Губернатор лично осмотрел, как разделяют пациентов с подозрением на коронавирус и без, как оснащены машины скорой помощи для перевозки таких больных, и что представляют из себя индивидуальные блоки для тех, кто только ждет результаты анализов. У нас достаточное количество автомобилей уже сейчас на этот этап оборудованных и подготовленных для перевозки больных с коронавирусной инфекцией. Кроме всего, все автомобили скорой медицинской помощи оснащены костюмами защиты, которые позволяют медицинскому персоналу не заразиться в ходе доставки к пациенту, если больного, если он вдруг окажется зараженный. Сейчас в Волгограде один заболевший опасной инфекцией. 849 человек под подозрением. Для начала любого пациента с температурой помещают в изолированный бокс 25-й больницы. Здесь берут анализы и отделяют симптомы коронавируса от общих с гриппом и ОРВИ. Таких пациентов здесь побывало уже четверо. Все они накануне вернулись из заграничных поездок, сейчас привезены в инфекционку. Если подозрения на коронавирус есть, на специальной машине скорой помощи медики в противочумных костюмах, забирают такого пациента из бокса и везут в инфекционную больницу, куда он поступает через отдельный от остальных вход. Больница скорой медицинской помощи готова к выполнению тех задач, которые перед нами стоят в условиях сегодняшнего дня борьбы с коронавирусной эффектом. Тем временем россияне и волгоградцы в том числе продолжают возвращаться из-за рубежа, а потому врачи готовятся к любому, даже самому худшему развитию событий. Для больных с коронавирусом в Волгограде и Волжском зарезервировано 5 больниц. Руководитель Волгоградского облздрава отметил, что входящий контроль в условиях сложной эпидемиологической ситуации должен быть во всех многопрофильных больницах. Ситуацию осложняет человеческий фактор. Личная безответственность тех, кто даже в сложившихся обстоятельствах не отказывается от поезда к заграницу. Я еще раз не устаю об этом говорить. У нас до сегодняшнего дня остались люди, которые собираются и планируют выехать за рубеж. Ограниченные поездки, выезды и самолеты находят пути через другие страны. Те страны, где еще существует ограниченное, но все равно авиационное движение. И территорию Волгоградской области еще остались желающие выехать в туристические поездки. Я еще раз обращаюсь к жителям Волгоградской области, которые наметили ближайшие планы по выезду за рубеж. Перенесите сроки выезда. Ничего с этого хорошего не будет.